здравствуйте дорогие друзья и сегодня мы от аристотеля обратно вернемся к сократическим школам киньков я уже успел рассказать вы можете посмотреть в предыдущих видео а и вот приходя сегодня в антикафе касса пикассо где мы сегодня снимаем я наткнулся на такую замечательную вещь которая подходит к нашей программе которая гласит о том что счастливое время существует сейчас и на самом деле это будет лозунг сегодняшней нашей программы а это лозунг программы который вообще рассказывает о такой о такой школе которая называлась киринайки а и ее основатель арестив а вот арестив да это примерно с 5 он родился примерно в пятом веке до нашей эры по 4 века умер в четвертом веке до нашей эры про школу киринайки мы вообще знаем очень мало то есть вот из их биографии конечно диаген лаерский оставляет очень много смешных и забавных историй про арестипа но при этом при всем надо отметить что когда говорится в то в том числе и про арестипа да и про кирина и школу киринайков да в целом да то есть это она была названа так в честь города в котором обосновали они свою школу и арестип в том числе и здесь надо отметить два таких понятия которые очень важны которые еще с аристотелем тоже связано это понятие гедонизма да то есть гедонизм это тогда когда мы вот постоянно пытаемся быть счастливыми то есть вот быть счастливыми любой ценой и понятие эвдемонии до эвдемония то есть это благодушие дэймону помните да сократ говорил о том что у него в душе живет некоторый демон такой вот это эвдемония это тоже был демон там вот это слово есть она присутствует это благодушие то есть благое состояние души обычная эвдемонии переводят как счастье но это не всегда корректный термин вообще перевод с какого-либо языка на какой-либо язык это дело достаточно неблагодарны потому что пропадает ряд коннотации которые присутствуют в этом слове так вот в условии эвдемония до который приводит как счастье и давайте тоже будем упрощать в этом случае до счастья счастье и школа киринаиков как раз это была та школа которая гласила о том тоже как же стать счастливыми и вот как раз в дискурс к нашему сегодняшнему разговору вот это вот что можно быть счастливыми только в момент сейчас да то есть когда мы говорим с вами о да и вообще когда мы с вами говорим о моменте например до киринаиков что у нас есть школа до киринаиков то мы с вами скажем следующие вещи что во первых это очень долгий период времени поэтому говорить о том что аки школа киринаиков она была вообще каким-то однородным течением там на так тоже нельзя но какие-то основные положения все-таки я думаю что можно будет выделить и нужно будет а первое такое положение это то что вы должны быть счастливы именно в момент сейчас только в момент настоящего времени то есть то что и вы например будете счастливы в будущем это вообще непонятно о чем история то есть когда вам говорят условно говоря через пять лет вы обязательно будете счастливы или еще что что такое это вообще о чем речь но каком будущем непонятно что в будущем произойдет в прошлом но понимаете вы можете быть в прошлом счастлива главное быть счастливым счастливыми здесь и сейчас и тогда у вас возникнет вопрос ну какие же это сократики до аристип я вам хочу напомнить что он был как раз сократиком он был учеником сократа ну а есть вообще много тоже про про него истории но он считается одним из таких сократиков который единственный из сократиков брал деньги и ну якобы он делал с благими целями да то есть мы помним что сократ денег не брал софисты деньги денег брали и вот у вас может закрасться такой вопрос как же такого человека до гедониста который говорит о том что надо получать удовольствие здесь и сейчас как же вот такого человека можно назвать сократом до сократиком которые сократы да который говорил о долге о морали о честности и ответ достаточно прост аристип основатель этой школы он в первое время да он говорит о том что наша с вами чувственность это все что нам дано то есть про объекты которые мы находимся по сути а в некоторой ну если хотите такой изолированной крепости да то есть крепости которая находится в осаде как говорил аристип и он говорил следующее что мы с вами находимся в осажденной крепости на которую нападают все все время и что нам в итоге дано вот мы информацию извне получаем каким образом мы ее получаем с примесью от наших собственных ощущений значит что нам в итоге только дано нам дано наше собственное состояние и вот здесь надо сказать что тот же самый аристип да и есть такая замечательная история что вот его раб нес золото а его раб по дороге устал и аристип говорит ну выброси ты это золото ну господи ну сдалось а ноте ну не неси сколько сможешь донести вот настоящий гедонизм да то есть вот а подлинное такое на аристипианство если хотите а как раз заключалась в том что аристип говорит о том что вам надо быть всегда счастливыми несмотря ни на что то есть смотрите если вы вдруг попадем попадаете в какую-то плохую беду материальную то вы и в ней должны находить счастье а если вы попадаете в хорошую беду вы же прошу прощения в хорошую какую-то ситуацию и вы живете счастливой жизнью от этого тем более надо получать еще больше счастья удовольствия и наслаждения и вот что он еще говорит о том что спор возникает с киниками да и вот если вы помните такое течение которую тоже у нас уже есть полный цикл собрание сочинений называется снятый цикл видео цикл лекции по мой по киникам и вот киники но я вам напомню если кто-то не смотрел киники когда говорили о том что у нас с вами есть что вообще вот это все что происходит от от цивилизации это вообще все плохо да вот надо жить бедности бедность это хорошо а и киринайки они соответственно киников очень сильно осуждали они говорили что они отказываются от счастья и в этом их тщеславие они обвиняли киников в том что они тщеславны вот такое удивительное учение вот в этом плане киринайков и вот что еще вводит какое очень важное понятие вводит арестив это следующее понятие о том что когда его обвинили в том что он сожительствует с гетерой лайдой то он сказал что не я да не вот это вот гетера владеет мной да так как куртизанка девушка легкого поведения а что это не она владеет мной но я владею ей мы оставим сейчас здесь в стороне феминизм сексизм и прочих проблем которые возникают это древняя греция тут надо это учитывать но а он говорит о том что вот наше удовольствие смотрите это очень важно наше удовольствие оно не должно владеть нами да то есть а мы должны владеть удовольствием вот какую вот какое ограничение важное он вводит да то есть мы не должны становиться рабами наших желаний да то есть в таком случае да если бы вот гедонизм бы провозглашал бы пьянство разврат но нет он такого не про вот в те по тем по тем источникам которые мы знаем он прямо вот такого не провозглашает он говорит что в этом нет ничего плохого это понятное дело что если вы получаете от этого удовольствие но вы не должны быть рабами ваших удовольствий да то есть если вы попадаете в какую дружную компанию то вы там можете немножко выпить до этого ничего плохого не будет но если уже алкоголь начинает например давлеть над вами то это уже очень плохо в чем еще обвиняли арестипа арестипа в отличие он также был при дворе как и платон да если мы с вами вспомним платона который мне тоже уже есть на канале платон как вы помните он находился в трех рабство рабствах на сиракузах в сицилии сначала рабство у дионисия старшего потом соответственно у дионисия младшего вот у дионисия старшего но он не всем в рабство там находятся там сложно вот у дионисия старшего до его скажем так в его дворце также был арестип в свое время то есть он тоже был туда приглашен его потом за это очень многие осуждали потому что когда дионисий плюнул в сторону арестипа то философ ответил что рыбаки подставляют себя морским брызгом чтобы поймать мелкую рыбешку я ли не вынесу брызг слюны желая поймать большую рыбу но здесь а и действительно арестипа его очень многие обвиняли за вот это вот собственно говорят за такую гибкость да то есть фактически киринаики говорили о том что нам надо с вами быть очень гибкими и от любой ситуации получать непременно и такое удовольствие а что еще надо ну в это в этой школе был не не только арестип да и вот то его такое арестипианство хотя истории про него также рассказывают очень много забавно давайте перейдем к следующему философу который также находится в этом ряду а это наверное наверное следующего надо назвать гигесия вот а гигесий такой это учитель смерти то есть это вот знаете черная сторона силы если хотите черная сторона и темная сторона именно киринаиков он был его назвали учителем смерти почему гигесий александрийский его даже потом лекции запретили он вообще говорила о том что смерть точнее жизнь до полна страданий и для того чтобы избавиться от этих страданий до единственный выход да то есть мы на самом деле наша с вами душа она подвержена постоянным мукам а эти муки они всегда будут идти от тела тело будет всегда болеть а тело будет всегда изменяться ему всегда будет больно вы всегда будете его лечить и что-то будет происходить к чему призывал гигесий гигесий призывал и потом его лекция называется не поступайте никогда как есть не призывайте к смерти а вот он фактически призывал к смерти и мало того что он призывал к смерти так он еще был отличным лектора лектором отличным оратором к нему в александрию на стекалось очень большое количество людей и они заканчивали свою жизнь самоубийство да и птолемей даже потом а птолемею пришлось запретить лекции гигесия но это действительно на самом деле было здесь и рациональное какое-то зерно хотя а вот о том что смерти не надо бояться вот здесь очень большой такой вопрос который возникает также в этой школе был еще такой философ которого звали они кирид и он немножко в другом других цветах да в отличие от гигесия рассматривал понятия удовольствие то есть он отрицал вообще это тоже очень важно он отрицал удовольствие как отсутствие страдания но он говорил о том что если вы например чувствуете боль какую-то да но это идет по благо другим то это не боль в коем случае то есть он в этом плане находит какие-то другие подходы да то есть удовольствие это еще и помощь другим это сострадание безусловно вот отличие от гигесии да то есть гигесии все-таки в себе и вы должны избавиться от этой боли прекратить свои мучения а у они кирида это все-таки не так он это себе это так не представляет и здесь надо еще отметить следующее что а когда мы говорим вообще о и они кириде в том числе да то есть он во благо других можно вообще-то и потерпеть то есть если вам что-то неприятно что-то плохо во благо других можно и потерпеть и у нас есть еще такой философ который тоже самый такой знаете мерзкий отвратительный феодор атеист да атеист этот феодор безбожник презирал религию очень сильно он очень сильно ее не любил город у него был соответственно тоже кирена да то есть вот он как раз был гиринаиком и он доходил вообще до следующих каких-то вещей о том что все наибольшее удовольствие это мудрость опять же сократовская установка да то есть вот счастье плага разум а дальше федора несло в разнос он говорил о том что мудрец он стоит выше законов выше юридических законов выше моральных законов и так далее он может творить чего он захочет когда он захочет и так далее то есть вот эти вот все вещи опять же киренаики говорили о том что в чем-то они были близки все-таки даже к кинизму в своем естественном состоянии это феодор он как раз говорил о том что то нас с вами есть естественно вот в естественном состоянии у нас с вами нет понятия прелюбодеяния ну каких собак извините вы на улице да там который будет заниматься чем-то не тем вы остановите скажите вы же занимаетесь прелюбодеянием нет не будет а с людьми да если вот вас это как-то скажем так немножко удивит если вот люди начнут заниматься прелюбодеянием прям на улице и вот федор говорит что не должно удивлять а если это тем более мудрец то он и не должен ни перед кем оправдываться это не он получает удовольствие здесь и сейчас получить удовольствие здесь сейчас таким образом то есть и кража и святотатство это все он очень сильно позволял сам на самом деле феодор да об остальных нам известно вообще очень мало по эпиографии но он был изгнан а из родного города потом отправился в александрию где прожил фактически до самой смерти но перед самой смертью ему разрешили вернуться в его родной город и еще один такой философ который тоже был очень интересен это эвгемер эвгемер мессианский это следующий философ и от него пошло понятие эвгемеризма то есть это он учил он пишет такое произведение которое называется священные записи в которых это фактически одна из первых утопий да то есть вот она одна из первых утопий у нас появляется у платона да то есть это всякие представления об атлантиде и прочее 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 и наряду с этим но до нас не дошло вот само на произведение эвгемера но при этом при всем эвгемер он до нас доводит историю о том что на самом деле богов нет кто такие боги в до варианте язычества а боги это всего лишь люди послушайте да то есть это люди которые прославились за счет своих дел они были великими воинами они были великими я не знаю там например ораторами ну как-то прославились и молва народная молва она из них сама сделала богов но эвгемер говорил что не все так просто и не надо только уповать на народность и на народ надо еще говорить о том что скажем так некоторые вожди сами хотели сделать из себя богов то есть они еще при жизни обеспечили да либо правители либо какие-нибудь жрецы они сами себе делали ну если современными словами говорить они сами себе делали пиар то есть сам себе пиарщик и потом уже стали богами а вот ну и там рассказывается о его путешествие на панхею это вот некоторые такое утопическое государство но еще раз говорю что а священные записи они доходят только до нас в кратком пересказе и что там на самом деле было написано мы рассказать не можем но вот до сих пор сохраняется понятие эвгемера да и вот то что он вводит ну в такой религиоведческий дискурс ну вот таковы были воззрения на удовольствие на благо да мы благодарим антикафе Кассо Пикассо которые предоставили эту табличку в том числе и до новых встреч и не забывайте ставить лайки подписываться на наш канал и всего доброго до новых встреч и и и Продолжение следует...